Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте, смотрите в выпуске. По старому сценарию, почему жители села Кусак немецкого национального района вновь мерзнут в домах? Приятное с полезным. Есть ли перспективы развития в крае медицинского туризма? За сколько собственник готов расстаться со дворцом зрелища спорта? Да и готов ли расстаться вообще? Узнаете из нашего репортажа. Новый ледниковый период, похоже, ждет немецкое село Кусак. Местную котельную до сих пор не запустили. Несмотря на минусовые температуры по ночам, как говорят местные жители, ее все еще ремонтируют. Вроде бы началась работа и сейчас опять стоит. Ну, естественно, школы сейчас мерзнут, в домах вообще холодно. Там-то мы хоть обогреватели включаем, у кого там печки. А сейчас, естественно, школы и садники, сейчас больницы опять же мерзнут. Как нам сообщили в школе, средняя температура в помещении 15 градусов. По утрам и того холоднее. Но уроки не сокращают. По словам преподавателей, дети одеваются тепло, заболевших нет. Тем не менее, еще накануне в районе выпал первый снег, а трубы отопления во всем поселке ледяные. Летом Кузаку выделили несколько миллионов рублей для ремонта котельной. После того, как в январе здесь произошла крупная коммунальная авария, которая почти на месяц оставила без тепла половину поселка. Виной стали изнушенные сети и оборудование. Как сообщил глава села Виктор Палкин, паровые котлы планировали переоборудовать в водогрейные. Но о сроках пока не сообщается. По словам главы, запустить отопление обещают в этот четверг. Добавим, что жители рассказали, что в такой же ситуации соседнее село Шумановка, которое тоже до сих пор без тепла. Мы следим за развитием ситуации. Виновник резонансного ДТП в Барнауле, в ходе которого погибла женщина и двое маленьких детей, известный бизнесмен Александр Руденко. Ему только за последний год в восемь раз выписывали штраф за превышение скорости. Напомним, смертельное столкновение произошло в центре Барнаула накануне поздно вечером. Его спровоцировал нетрезвый водитель BMW X6. Он в аварии не пострадал. Но зато пассажиры другой машины, 34-летняя женщина и две девочки 3 и 5 лет погибли. По словам очевидцев, предполагаемый виновник ДТП был пьян. Водитель BMW от медосвидетельствования на месте дорожно-транспортного происшествия отказался. Он привлечен к ответственности в соответствии со статьей 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Сейчас 33-летний барнаульский бизнесмен, что является генеральным директором и одним из соучредителей Алтайской энергетической компании, задержан. Заведено уголовное дело. Назначены все необходимые экспертизы и исследования. Отметим, он и его жена удалили свои аккаунты из всех социальных сетей. Продолжаем выпуск. Дворец зрелища спорта выставлен на торги за 50 миллионов рублей. Информация об этом появилась в соцсетях и буквально взорвала их. Одни пользователи тут же принялись активно обсуждать возможных покупателей, варианты реконструкции объекта. Другие обратили внимание на тот факт, что кадастровая стоимость дворца в 16 раз превышает объявленную сумму продажи. Разбирался Кирилл Политов. Закрыта на клюшку самая крупная развлекательно-спортивная площадка края по-прежнему небезопасна для посетителей. Такой вердикт вынесут с железнодорожного района Барнаула. Теперь же спорт отдельно, зрелище отдельно. Так вот, за зрелищем добро пожаловать на барнаульские площадки гораздо меньшей вместимости. В рейтинге самых крупных дворцу спорта, конечно же, не было равных. Арена могла принять не менее 5000 поклонников творчества того или иного артиста. На втором месте дворец культуры моторостроителей. Это максимум 1200 посадочных мест. Здесь уже выступила народная артистка Украины Каролина, она же Ани Лорак. Здесь же покажет шоу «Главный лазербой нашей страны». Оба концерта изначально планировались во дворце спорта. За спортом, в частности хоккеем, добро пожаловать в Карандин арену. 3800 мест во дворце спорта против 350 вот здесь, на Ажасминной 3. Болельщик – это главная потеря клуба «Алтай». Руководство арены пошло навстречу, соорудило дополнительные трибуны. Вот только массового наплыва болельщиков пока еще не случилось. Расстояние, пробки, проблемы с транспортом. Именно эти факторы, по мнению президента хоккейного «Алтая», отрицательно сыграли на заполняемости трибун. Первый домашний матч посмотрело около 500 человек. Впочем, главное, говорит в этой истории, что клуб вообще остался на плаву. Ведь была вероятность, что единственная ледовая профессиональная команда «Края» вообще может исчезнуть со спортивной карты страны. Высушивает пол и работает с подрастающей молодежью. Но сейчас душевая. Ну это душевая, да, она так и есть. Для команды школы «Алтай» здесь специально построили несколько раздевалок, оборудовали медицинский кабинет. На самой площадке к матчам первенства ВХЛ переделали бортики, нужны были повыше, подключили систему видеогол в клубе «Алтай». Все же надеялись, что они здесь временно, но, как говорят, нет ничего более постоянного. До конца сезона базируемся здесь. Уже, как говорится, какие-то оттягивать и тешить себя надеждами мы уже, как говорится, не будем. Если бы мы хотя бы в мае, в апреле понимали, что вот эти вот надежды на открытие, они просто, ну, как разлетятся в суде, мы бы уже тогда бы начали в межсезонье здесь. Сейчас нам приходится и играть, и тренироваться, и обустраиваться, и ездить из центра. 50 миллионов рублей продаем. Вот такого содержания сообщения появилось в социальных сетях. Однако президент «Крайсовпрофа» нашим коллегам из новостного портала «Толк» данную информацию опроверг. Нет такого решения, мы его даже не обсуждали. Сейчас мы готовим апелляцию на решение суда, оставившее запрет на эксплуатацию объекта в силе. Надеемся, что в середине декабря наше обращение будет рассмотрено, и, наконец, вопрос с безопасностью дворца будет снят. Пока шли суды, здание оказалось не готово к зиме. Это грозит, по словам директора Дворца спорта Юрия Питанина, серьезными ЧП. Я считаю, что пока о продаже речи не идет, вот так как я знаю ситуацию, в данный момент ведутся какие-то переговоры по передаче, может быть, и в администрацию, но это долгий процесс. Пока эти переговоры ведутся, здание нужно сохранить, потому что завтра отключат свет, нет тепла. Я считаю, что это просто преступление, такое здание оставлять в таком состоянии сейчас. Появившаяся информация о возможной продаже арены уже не первая. Год назад в качестве покупателя называлось имя нынешнего владельца Карандин-арены Михаила Дроздова. Оглашалась и сумма потенциальной сделки 90 миллионов рублей. Будущий владелец даже строил планы о реконструкции здания. Тогда стороны так и не смогли договориться. Пока же руководители Дворца спорта считают ежемесячные убытки, а 50 сотрудников остаются без работы. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. За распространение поддельных лекарств через интернет предлагают лишать свободы на 12 лет. Такой законопроект внесла в Госдуму группа парламентария, в числе которых депутат от Алтайского края Александр Прокопьев. Предлагается внести изменения в 238-ю статью Уголовного кодекса. Это означает, что за распространение поддельных лекарств онлайн будет предусмотрена та же ответственность, что и за традиционный оборот фальсификата. Как отметил депутат Госдумы Александр Прокопьев, проблема обращения поддельных медикаментов в интернете достигла угрожающих масштабов. Там реализуют до 50% контрафакта в мире. Но прежде за это никто не нес ответственности. По новому закону правонарушители ждет реально уголовный срок. Минимум 12 лет тюремного заключения. Такое же наказание предусмотрено за обращение поддельных лекарств, совершаемых офлайн. Отметим, депутаты Госдумы внесли предложение и об ужесточении административной ответственности за продажу лекарственного контрафакта, в том числе в сети интернет. Размер штрафа для граждан может достигать 200 тысяч рублей, для предпринимателей 800 тысяч, а для юридических лиц 5 миллионов рублей. Когда туристы будут приезжать на Алтай, чтобы не только отдыхать, но и лечиться? Поиску ответа на этот в том числе вопрос посвящен 4-й Сибирский международный форум по оздоровительному и медицинскому туризму. Его началом стал круглый стол, собравший ведущих российских специалистов области. Рассказывает Илья Кочетков. Более трех тысяч участников. Специалисты из Сибири, центральной части России, а также из стран зарубежья, Казахстана, Латвии. Это неудивительно. Медицинский туризм, когда люди приезжают куда-то не только за отдыхом, но и уникальными медицинскими услугами, во всем мире и в России все более актуален. Пример Израиля, Германии, Чехии, говорят эксперты, показывает. Здесь можно добиться больших успехов. В частности, Россия привлекает иностранных туристов низким курсом рубля и довольно высоким уровнем медицины. Алтайскому краю тоже есть что предложить. На сегодняшний день в регионе выстроена очень четкая система медицинской помощи в сосудистой хирургии, в онкологическом направлении. При этом онкологическое направление у нас является одним из сильнейших. И туризм есть, есть медицина. Так вот, объединив потенциал этих двух отраслей, можно получить уникальный, наверное, эффект. Эксперты отметили, сегодня Россия занимает довольно низкое, 34 место из 41 в рейтинге стран, развивающих медицинский туризм. В то же время Алтайский край, по их мнению, на фоне других регионов России выгодно выделяется своим природным потенциалом и может быть привлекателен как для внутреннего, так и въездного медицинского туризма. Вот, например, мы сейчас с швейцарской компанией заключили контракт, они нам дают клиентов на лечебное голодание в Бурятии, на Байкале. Я знаю, что у вас есть программы лечебного голодания тоже, то есть это как один из вариантов. На пластическую хирургию в Москву у нас огромное количество заявок. Возможно вас позиционировать с этой точки зрения, и красивая природа, можно восстанавливаться. Продумывать и реализовывать эти и другие возможности, по мнению экспертов, дело будущего. В ближайшие три дня гости обсудят не только общие проблемы медицинского туризма, но и такие, как серая некачественная и поддельная косметология или особенности здорового питания для wellness-туристов. А самой зрелищной частью форума обещает стать пятый чемпионат России по массажу, который состоится уже завтра. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. Сегодня в крае прошла большая ярмарка вакансий в новом формате. Она развернулась одновременно на 50 площадках, где соискателям предложили порядка 4 тысяч рабочих мест. Кого ждут алтайские работодатели, а кому поиск источника доходов дается непросто, расскажет Елена Макаренко. Молодой Барнаулиц на ярмарке вакансий или, как теперь принято говорить, биржи деловых контактов впервые. Уверен, посетим ее не зря, без работы теперь не останется. Разные вакансии, но, думаю, можно попасть на работу, если захочешь. Если много обойти народу, везде анкеты заполнить, то можно попасть. Молодежь у работодателей действительно в почете, особенно если соискатель, квалифицированный рабочий или инженер. Нам требуются и рабочие специальности, такие как токарь, фрезеровщик, шлифовщик. Требуются инженерно-технический персонал, инженер-технолог, инженер-электроник, ведущий бухгалтер, экономист. А молодых берете? Молодых берем. Без опыта? Без опыта берем. Только на Барнаульской бирже 70 компаний предложили больше 2000 вакансий. А это значит, говорят организаторы ярмарки, что каждый пятый соискатель получит приглашение пройти дополнительные собеседования, либо уже выйти на работу. Но желания тех, кто в поиске, не всегда совпадают с предложением работодателей. К примеру, Александра на родном предприятии сократили в ходе кадровой оптимизации. И предпенсионный возраст не помог. И пока не дает результатов служба занятости. На учете мужчина стоит уже несколько месяцев. В последнее время я работал администратором по антивирусной безопасности. То есть специализация крайне редкая на предприятиях Алтайского края. Поэтому пока не удается найти данную вакансию. То есть она, скорее всего, подходит либо для специалистов техподдержки компьютерной, либо для специалистов, которые работают в антивирусных компаниях. Но таких компаний у нас немного. Для таких, как Александр, выход один. Обучение смежным профессиям. Мужчина надеется, что служба занятости вскоре откроет бесплатные курсы для работников не только с устаревшими, но и с такими, как у него, узкими специальностями. Елена Макаренко, Николай Шелко. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Для здоровья суставов принимайте комплекс «Хонда». Это максимум коллагена, хондроитина, глюкозамина и гиалуроновой кислоты. «Хонда» – все, что нужно для здоровья суставов. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В среду в крае переменная облачность, возможен дождь. Температура в Камнино-Абит, Альменке, Алиске и Кулунде – около 7 градусов. В Змеиногорске и Рубцовске чуть теплее – до плюс 8. В Барнауле юго-западный умеренный ветер. Ночью – минус 4, днем – до 7 градусов выше 0. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. Все новости к этому часу. Хорошего настроения вам и до встречи в эфире. Продолжение следует...